Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, давай? Что это тут такое лежит? Что такое? О, блин! Вау, смотрите! Зима – идеальный период, чтобы освоить датское искусство хюге, быть счастливым, радуясь простым и уютным мелочам. Для меня хюге – это разнообразие теплых текстур, свечи и согревающие напитки. Мне давно хотелось приобрести себе такую искусственную шкурку, которая украсит наш интерьер. Она отлично смотрится как на полу, так и на кровати или кресле. И идеально подойдет для фото. Мне нравится! У меня номер 12. А вдруг там получилось? О, смотрите! Что это, Ариша, покажи! О, это Ариша, кажется! И это тут тоже. Ариша, смотри, это твое! Мне выпал твой костюм с оленем! Ну, давай, теперь ты вытягиваешь? Платье! Да, давай. Вон, это штанишки и платье с оленем. О, как он мил! Милейший костюм, кофточка с олененком и штанишки в красную клетку. Милейший костюм, 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 костюм. О, да! Давай, Ариша, вот так вот покажи всем. Свечка! Да, смотрите, это такая стильная какая-то черная свеча. Это ароматическая восковая свеча из моего любимого H&M Home. Называется Christmas Tree и имеет нотки можжевельника, сосновых иголок, эвкалипта и сладкого кленового сиропа. Аромат создан в сотрудничестве с парфюмерами известного французского парфюмерного дома Робертетт. Так, это номер четыре. Вот четыре! Да. Я показываю здесь. Ой, какая интересная упаковка. И прям сразу... О, это опять двое, Ариша, смотри. Мои плацы! Да, давай, покажи им, какое... Прямо так хорошо под этот колпачок. И красивая губочка такая золотая колпачка. Мама, папа, можно я его приотделу? Си-и... Семь! Да, правильно, седь. Семь! Мм, какая интересная упаковка. Ну что, разрежем? Да! Или тут где-то вот... Что же там такое? Вот! О, кажется, это... Еще один! Это... Это что? Два коврика. Два коврика, здорово! Покажи всем. Это я подушок! Это на подушнике. Конечно же, не обошлось без наволочек с рождественским принтом. Подушки отлично смотрятся как на кроватях, так и на диване. И у нас они никогда не бывают лишними. Он вот тут. Се-есть. Это ше-есть. Такой вот. Давайте откроем. Се-есть? Там ше-е. Подожди, дай я открою. Так-так-так, что там? А вдруг там моё платье надо? Ну, вряд ли уже. Два платья тебе попалось. Ну, наверное, костюм и платье. Что такое? Мам, это и моя книжка! О, это книжка! Смотри, посмотри. Дай мне две книжечки. Вот. Такая книжечка. Дай поистать! Дай покажу всем. Вот такая интересная книжка. Я решила сделать подборку зимних и новогодних книг, которые мы будем читать с детьми вечером. Не смогла пройти мимо этой новинки про гнома Хёрби и приобрела её нам. Ариша с удовольствием и интересом слушает истории про гнома и его друга Лешего. Это восемь! Восемь, восемь. Восемь, восемь. Восемь, восемь, восемь. Восемь! Смотрите, какой большой! Вау, мне было очень интересно, что в этой коробке. Давай я открою вместе. Это наши киндер-календари! Смотрите, вау, они склеены. Давай, сейчас склеим. Как я давно хотела увидеть эти календари. Вот, смотрите, это объёмные киндеры-календари. Круто! Потом, ну вот, на них очень много картинок. Такие интересные. Это моя любимая жизнь! Небольшие отсеки. Ооо! Очень интересный домик, красивый. Мне попался номер два. Да не, я не знаю. Ну что ты, я давай, буду сама искать. Вот, номер два. Интересная коричневая упаковка. Это игра! Точно! Смотри! Дай покажу игру всем. Это вот такая игра, где надо вставить пять фишек подряд. Или сколько там, три. Настольная игра четыре в ряд. Каждый игрок старается первым выложить четыре фишки своего цвета в один ряд. По горизонтали, вертикали или диагонали. Придётся поломать голову над каждым ходом. Как размещать свои фишки рядом и одновременно прерывать ряды противника на самых разных этапах. Игроки продолжают делать ходы, пока одному из них не удастся закончить ряд. Это самый мой лучший день башней в высшеме! Вот такие вот такие вот. Смотрите, как они. Это номер четырнадцать. Ищи его, Алишер. Сделай. Давай, что там? Ой, там... Да, я уже поняла, что это... Станишки! Да, это штанишки. Смотри, какие красивые новогодние. О, какие они миленькие. Мне нравятся. Я для я, что ли? Да, для тебя. Для кого же еще маленькие? Вот, дядя! Алишер, не говори, я буду сама смотреть. Ой, этот такой интересный. Мне нравится, тяжёленький. Скоро? Такой довольно тяжёлый. А теперь, что тут? Дай, дай, я посмотрю. Давайте. Это, кажется, кружка. Смотрите. Алишер, не представляете. Очень круто. Вот такие новогодние кружечки. Какие они хорошенькие. Даже ведь из звездочки он эти. Кружечки. Вот. И кружечки. Круженькие. А у меня белая. Нет, у меня такие кружки попались. Вот такая беленькая. Две кружки. Кружки для новогоднего какао. Да. Какое Рождество без кружки горячего какао. Теперь у нас есть идеальные кружки для создания вкусной атмосферы. Чашка горячего шоколада – один из лучших способов согреться в холодные дни, доставить себе невероятное удовольствие и создать праздничное настроение. Это номер три. Ищи его. Кажется, там что-то мягенькое. Вау, смотрите. О, это гномик под елочку. Он снизу тяжеленький. Там что-то такое лежит. Мягенькое. А здесь блестящий. Вот такой гном. Очень красивый. Мягкий. Как мило. К нам под елку. Этого гномика вы уже видели. Он имеет у нас сумасшедший успех. Ариша играет с ним, кормит его и укладывает спать. Интересно, что это тут? Номер один. Как же интересно. Так, Ариша. Как там было? О, вот это было очень интересно. Он такой маленький, но это, наверное, не мыло все-таки. Он легенький, маленький. Я еще думала, что это игра какая-то настольная. Да, это, кажется, игра. Что это такое? Кара. Интересно. Да, это касочная игра. Кара. Кара. Черный поросенок – классическая игра для детей и взрослых, известная с 1975 года. Нужно составлять пары, меняться картами с другими игроками и, главное, не остаться с картой Черный поросенок в конце игры. Это самый интересный номер. Ариша. Я вижу. О, Господи. Да, я была права. Олень. О, Боже. Слава. Смотрите, это то, чем мечтала мама. Новогодний Олень под елочку. Он очень милый, такой большой. Ну, я бы тоже, я бы, хоребила бы. Какой он хорошенький. Да, я давно хотела приобрести что-то из серии таких украшений с летогоньками. Этот олень как будто появился из сказочного леса, чтобы создать праздничное настроение у нас дома. И у меня номер 13. А может, это все за моем платье, да, ну? А может, да, Аришина, какие-нибудь там платья, носочки, что-нибудь такое. О, кажется, это что-то, да, о, это, это точно, да, это вот Аришины вещи, опять же. Такие вот, кофточка и штанишки. Куда же, Ариш, тебе так много пижам? Ну, давай, какой хочешь? Этот? Вот этот. А я этот. Давай раскрою вместе. У меня номер 10. А у меня вот такой. Ну что, Ариша, вот твой. О, какой длинный. А мой? Ох, тяжеленький-то какой. Ну что? Давай разрежем твой. Ну давай, через свой. О, вот что это такое тяжелое. Это на матрас, на простынь и идеальный. Это стало уже традицией покупать новый комплект белья перед Новым Годом. В этот раз это теплый фланелевый комплект из пододеяльника и двух наволочек. И, конечно, моя любимая клетка. Набор для кровати. Или это пледик какой-то? Коврик! Это пледик, наверное, для кровати. Коврик! Ну, а у Ариши коврик. Это уже третий ковер. Потому что у нас тут серенький, беленький и вот огромный белый ковер. Давай, накроем его. Вот, Ариши не надо, тут же подарки лежат. Это коврик для ванны. Но нам он отлично подошел в детскую. На нем приятно играть, а можно застелить им что-нибудь, как пледом. Например, мы спрятали под ним ламинат, который лежит и ждет своего часа. И получилась вот такая уютная лавочка возле елки. Спасибо за то, что вы посмотрели это видео. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Но у нас будет еще очень много новых новогодних интересных видео. Так что, всем пока! И пейте наши какао новогодние! Субтитры сделал DimaTorzok